И еще об очень важной теме, которую мы решили не оставлять без внимания, образование. О нем Тукаев говорил много, строить больше новых школ, повышать зарплаты учителям, не слушать популистов, увеличить количество грантов и много-много других. И ведь сейчас дети и их родители на самом деле сталкиваются с рядом проблем. Критики подвергаются и постоянно обновляющиеся учебники, перегруженные школы. Ну вы представьте, у нас есть классы И, то есть в одной параллели учатся как минимум 700 детей. Постоянно не хватает мест в общежитиях для студентов, но и в целом качество подготовки будущих кадров как в школах, так и в университетах вызывает вопросы. Решили ли все эти проблемы образования и исполнение поручений Тукаева профильными министрами, выясняла Делья Унирбаев. Сферу образования можно уверенно назвать рекордсменом по реформам. Система ЕНТ, разделение экзамена на два этапа, 12-летнее обучение в школах, трехязыче и прочее, прочее, прочее. Приспособиться к постоянно меняющимся правилам наверняка сложно даже чиновникам, не говоря о детях. Сегодня наиболее острой проблемой остается элементарная нехватка школ. Но в погоне за количеством учебных мест нельзя забывать о главном – качестве обучения. Новый учебный год в стране по традиции стартовал с самых разных настроений. Для многих казахстанских детей школа кажется чем-то унылым или даже пугающим. Такая нынче у нее слава. Лето прошло, словно и не бывало. Эксперт по вопросам образования Дидар Марданов уверен, что казахстанским школам не хватает самостоятельности. Если учителя будут выбирать методику обучения, исходя из своего опыта, то появится конкуренция. А ее результаты дадут четкое понимание, какие методики лучше, а какие хуже. Перемен требует и принцип контроля за школами. Их нужно перевести на корпоративное управление, уверен специалист. Сейчас директоров школ назначают начальник управления образования в областей, городах и так далее. Они подчиняются и только этому человеку. Они зависят только от него. Им все равно на родителей, на детей, на кого угодно. Им все равно даже на министра, по сути. И для них бог номер один – это начальник управления образования. Каждую школу нужно регулировать местное сообщество родителей, педагогов, учеников, общественных деятелей и так далее. Независимых директоров, экспертов и так далее. То есть выяснил самостоятельность? Самостоятельность. Вот когда директора школы и первого зама школы будут назначать наблюдательный совет, вот тогда эти школы начнут очень стильно развиваться, расти. Дидар Марданов отмечает, что неплохой результат дало повышение зарплат учителям. Педагоги вспомнили, что пришли в профессию из любви. У них снова загорелись глаза. Но теперь встал вопрос о повышении их квалификации, считает эксперт. Иными словами, зарплату подняли всем, а конкуренция не появилась. Не меньше проблемы в системе высшего образования. Университетов много, а качество образования низкое. 128 университетов. И добрая половина из них – это университеты, которые просто позорят систему образования. Во всех университетах на платное отделение конкурса нет вообще. Пришел деньгами, главное ЕНТ, минимальный балл набери, все, ты можешь учиться. Все, это нивелирование образования, то есть это неуважение самого себя университетам. Вот проблема казахстанского высшего образования, глубинная проблема. Ни КАЗГУ, ни там какой-нибудь частный крупный университет, ни один университет в Казахстане на платное отделение не делает конкурс. Интересный опыт получился с прошлой кампании по сокращению вузов. Только в Алматы несколько крупных университетов, лишенных лицензий, спустя некоторое время возобновили работу под новыми названиями. Так или иначе, по словам экспертов, явным признаком улучшения образования в Казахстане станет снижение числа уезжающих за рубеж молодежи. Все мы видим, как тысячи талантливых казахстанцев стремятся за знаниями в другие страны и часто остаются там навсегда. Адиль Юнербаев, Митец Сапанов, Студия 7.